Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Жёлтенький такой, как солнышко, как цыплёночко. Друзья, привет. Через ноль можно всё. Вот как вспомнить, как запомнить и многое что делать. Вот, например, случай, вы, наверное, вспомните, как вы забыли, куда ключи положили. Потом на минутку уже, когда запыхались искать, понервничали, думая всё время об этом, где ключи, потом сели так, задумались, отрешились и вспомнили. Да, ну вот это вот, через ноль, эмоциональное дистанцирование, отрешённость, да, ещё называют это нулевое состояние, мы называем, потом ещё называется это великое ничто, это называется самадхи, это называется, ну, не ума состояние, это называется ещё много разных названий, но это очень важное состояние, которое во всех методах мира тренируется, практикуется под разными названиями. Это как нейтральное положение в коробке передач автомобиля. А в мозге, как в системе, как бы разблокированы, две половины мозга как бы разошлись функционально, и в этот момент, готовый к новым соединениям, повышенно готовый в зависимости от задачи. То есть в этом отношении метод ключ основан на овладении нулём и использовании по своим интересам, учитывая исходное состояние, которое было до этого, и какие цели перед вами предстоят, или какие вопросы надо решить. Вот, например, кроме как вспомнить, куда ключ положили. Фамилию точно так же вспоминаете. Вспоминаете, вспоминаете, помните, да? Никак не получается, потом отрешились на секунду, и она всплыла. Много таких примеров вы можете сейчас вспомнить. А я вам скажу ещё про ноль, как это используется. Отрешённость, дистанцированность, задумчивость, созерцательность, невключённость, ещё как можно назвать. Напомните, вы можете написать, какие ещё названия есть. Это нирвана, это состояние дзен, это состояние... Ну, много-много названий, вы можете вспомнить. У меня называлось это нейтральное состояние. В 90-м году первой моей книжки «Ключ себе» нейтральное состояние. Нейтральное. А сейчас мы называем нулевым состоянием. А Шри Арубиндо называл это состоянием... Как же это он называл? Помните, по-моему, «Путешествие сознания» или «Приключение сознания» книжки? Книжка его великий Шри Арубиндо, создатель интегральной йоги, именем которого потом город Айруиль назвали, который превратился потом в туристический центр. Не знаю, что сейчас там делается в Индии. Так вот, Шри Арубиндо учил своего друга и ученика по Витру. Сан-Трем, по-моему, его зовут. 40 дней, по-моему, если не больше. Укрощать ментал. Так и не научил. Ну, а мы так быстро учимся. 30% людей в нашей школе «Человек будущего» – Homo Futurus осваивают за одну встречу. С помощью принципа подбора путем перебора именно действий синхронных к текущему состоянию снимается напряжение, человек выходит на состояние. Если было это шторм такое состояние, то стало штиль такое состояние безмятежности. Нулевое состояние. По-современному это еще и называется дефолт работы мозга. Еще называется по-разному. Ну, в Европе назывался это психическая релаксация. Еще по-разному называется. Может, где-то называется медитативное состояние. Ну, медитативного состояния и медитации, так сказать, два вида. Есть пустотная вот эта вот медитация, а есть направленная на решение какого-то вопроса. Ну, это там по-другому называется, просто суть-то одна. Так вот, это состояние нейтральное, пустотное состояние, состояние великого ничто, как мистики говорят, магическое состояние, состояние не ума, состояние отсутствия внутреннего диалога, состояние. Ну, в общем, это эмоциональное дистанцирование. Эмоциональное дистанцирование, отрешенность. Эмоциональная отрешенность. Которое часто у нас бывает, когда надо что-то вспомнить, как я сказал, фамилию, ключи там забытые, или ещё что-то. А вот как запомнить, например. Ну, вот мама говорит ребёнку, подростку, опять ты тапочки не туда положил. Ну, сколько раз тебе говорить, положить ты туда вот, а не сюда. Ну, ты каждый раз забываешь. Да помню, помню. Нет, ты слушай меня внимательно, она говорит. Я же это видел. Ты, говорит, возьми сейчас ноль, вызови, получи и запомни. И он так раз задумался, 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 и там, видимо, переработал уже, переработал, запомнил там. Да, и запомнил действительно. А так он в суете, он просто так отнекивался. Да, 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 я не буду больше там и так далее. А вот ноль помог запомнить, что тапочки надо не туда класть, а туда. Ну, вот видите, как много таких примеров можно вспомнить. Это мало. Можно примеры вспомнить совсем из другой области. Вспомнить примеры, но я буду говорить об этом потом, позже, про изобретательность, как изобретать что-то, как выходить на ноль озабоченный какой-то задачей, допустим, какого-то технического решения или нетехнического, какого-то другого. Да, и в личных отношениях, пожалуйста. Не знаешь, как поступить, выходишь на ноль, но перед этим думаешь, как поступить, как поступить, как поступить, как ключи искал, 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 то есть задача строится, а потом отключился от нее на немножечко, и вышел. Ответ. То же самое и здесь, в личных отношениях. Как поступить, как поступить, вы же переживаете об этом, о каком-то, да, в моменте. На секунду отвлекся, и появилась идея. Ну, мозг так рукава работает, так устроено, божественное устройство мозга. Так просто все работает, если знать техники. Ну, и вот, хотел я вам сказать, если вы хотите что-то вспомнить, если хотите что-то запомнить, делайте эту работу над чем-то, а потом на секунду, пять-десять, отрешитесь, побудьте с собой наедине, и там это у вас прорабатывается. И это переходит из оперативной памяти в долгосрочную. Да, и оттуда может выниматься. Когда вы заслонены какими-то ситуациями, вспомнить не можете, а тут вот отрешились, и вспомнили. Ну, вот это кратковременная и долговременная память, как они общаются между собой. Это тоже интересно. Через ноль можно осознанно все это делать. Для этого и существуют у нас эти психотехники. Ну, вот 30% сразу это осваивает, нулевое состояние. Что не могут все другие освоить по другим методам, там долго надо, потому что они такие примеры не знают. Потому что каждая фраза требует уточнения, примера какого-то. даже вот Христос там в свое время говорил, люби ближнего. А его спросили, а кто ближний? А он пример привел. Причо, самарянин. Ну, видите как, вот чтобы что-то объяснить, нужно приводить примеры. Когда мы обучаем по методу ключ, у нас десятки примеров, десятки приемов. И лыжник там, и шелтай-болтай, и потрястись там, и поплавать там, и там за рулем посидеть по мнимым, покрутить, так сказать, и педали понажимать, мнимые. Да, там много всяких, и в ключе, много разных вариантов. И когда вы перебираете эти варианты по 30, 15, 20 секунд, примеряете, как ботинки в магазине, вдруг находите такое действие, которое вам подходит. А какое действие вам подходит? Вам подходит то действие, которое хочется продолжать. Значит, при этом действии у вас сбрасывается напряжение, которое совпало с вашим текущим состоянием, то есть синхронно ему, резонансно ему. Поэтому хочется продолжать. Ну, естественно, оно вам нравится. А сам процесс перебора, как я говорил, развивает креативность има, развивает личность. Этого нигде в мире нет, ни в каких методах. Чтоб так личность развивали путем перебора по критерию максимальной комфортности. Ну, где такое вы видели? Обычно нам говорят преодолевай, упорствуй, старайся. Да, это в жизни. А чтобы там можно было так легко сделать, надо накопить силы. А чтобы накопить силы, надо их получить. А чтобы получить, надо освободить энергию. А чтобы освободить энергию, надо ее не заставлять выполнять в мозге рутинную работу, постоянной борьбы с самим собой, а протренироваться несколько раз по методу ключ. Ладно. Хочу все-таки вот на это обратить ваше внимание. Смотрите, как задумался. Задумался. Так принц это или принцесса? Друзья, вы запомните мою? Потому что через несколько дней у меня будет другая прическа, я постригусь. Потом скажете, как лучше. Это я вас развлекаю. Итак, запомните, пожалуйста, чтобы потом легко вспомнить все, что я говорил сейчас. Отрешитесь на секундочку, на две, задумайтесь, проработайте это в уме и потом будете помнить. Да, друзья, до встречи.